Родился ребёнок. Родители счастливы, они рады тому, что это их личный ребёнок, что они об этом своевременно позаботились, не пустили это дело на самотёк. Знаете, есть вещи, которые нужно делать лично. Самому. Даже при наличии здорового коллектива. И вот они сидят на родительском собрании. Родители разные, непохожие друг на друга. У каждого свои мысли, у каждого свои чувства. У каждого свой метод воспитания. Товарищи отцы и товарищи, грубо говоря, матери. Товарищ, мягко выражаясь, участковый уполномоченный. Восторгаясь и восхищаясь, как говорится, за отчётный период, мы не можем не заметить того, что наши детки, прыгая через свои палочки, через свои скакалочки, незаметно допрыгались до подросткового хулиганского возраста. Тут, конечно, наша вина, но также и родители. И родители. Чем же они, грубо говоря, дети, мягко выражаясь, хулиганы, себе проявляют. В парадных такое вытворяют, что, грубо говоря, сказать не решаюсь, а мягко выражаясь, нет слов. Мало того, они своими ручками поганымы ещё, лампочки в парадных. То есть вся наша молодежь тянется к свету, эти в темноту. Нельзя не сказать про школу. Она даёт ребёнку, ну, грубо говоря, грамоту. Это опасное оружие в неумелых руках. Потому что, если раньше он рисовал на заборах, ну, грубо говоря, ружи, то теперь он пишет, мягко выражаясь, слова. Вот мы собрали вас, родители, для того, чтобы посоветоваться. Как же нам с ними дальше бороться с нашим светлым будущим? Давайте высказываться откровенно. Можно, грубо говоря, но мягко выражаясь. Мне кажется, мягче, 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 тоньше и деликатнее. Так мне кажется, лично мне вот так кажется. младенец, птенец, мотылек, ну, нашалил, написал на заборе не то слово, которое нам всем бы хотелось. Разбил фонарь, в конце концов, вам поставил фонарь под глазом. Ну, простите его, он больше не будет. Поговорим о причинах. Мне кажется, влияние улицы. Влияние улицы огромно. Вот как избежать это влияние улицы, когда вокруг сплошные улицы. Мне кажется, забор. Единственный выход, забор, чтобы никакого выхода, забор. Вокруг двора забор. Не просто забор, а каменный забор. Высотой метров 15-20. Сверху можно орнамент из проволочки. Хорошо бы и с колючей. Можно и ток пропустить. Там 110-220 для эстетического разнообразия. То есть все это соорудить силами самих подон, простите, ребятишек. Ну, а дети есть дети. Начнут увлекаться, соревноваться. То есть 10 замесов в смену, 15, чтобы они домой на карачках приползали. Чтобы на все остальные художества просто сил не хватало. Лично мне вот так, ка-ца. То есть изоляция, плюс вот именно трудовое воспитание. Лично мне вот так, ка-ца. Лично мне, ка-ца. Правда, лично у меня детей нет. Мне кажется. АПЛОДИСМЕНТЫ КАРАИНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ